ну что друзья мы снова на нашей стройке тут какое-то колоссальное количество пиломатериалов видимо тут доходит до того а ну конечно крышу вот вы видите уже пошли пошла работа над крышей тут у них наверно станок какой-нибудь стоит распил распиливающий лесопилка какая-нибудь так светлана я я вижу о слушай я вижу вон там крыша пошла новая да 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 то есть еще недели будет вся крыша ну хорошо кроме крыши какие у нас еще подвижки и окна заказала много окон в доме много сколько в доме окон я не помню так на на память на пришел человек померил все окна чтобы все было точненько мы с ним говорили какие окошки как я помню у нас дом в лос-алтос там окон было что-то там большая площадь чтоб 30 то есть при специально измеряют окна как бы специально для нас изготавливать будут или это стандартный ну понимаешь как там в чертежах написаны одни размеры да а когда получается уже получается другие чуть-чуть ну неважно вот так мы специально я позвала человека из этой компании он специально пришелся какие у нас будут окна какой фирмы милгард хорошие они будут деревянные рамы или с пластиковой а ты не любишь деревянную да я не люблю и кроме того нет смысла да когда мы строили дом в лос-алтос нам сказали голосал тос не можете с пластиковым строить вас не поймут вот и мы строили дом с деревянными рамами что в общем-то имеет свои плюсы и самое главное что я достигла того чего я хотела в крыше да объясни ну вот понимаешь как они мне сделают в этом коридоре вот ты заходишь дома это коридор вот этот коридор он пошел да и очень важно чтобы коридор не не давил на голову шоу ножки длинный да и а стенки видишь это 8 футов это то что мы привязываем вот это вот это 8 футов вот старому дому да вот так видишь тут крыша насколько выше идет на крышу существенно выше восьми футов так мы здесь коридоре сделаем 9 футов потолок то есть он будет вот как тут вот да вот как вот это слева от меня да такой ты когда говоришь на это говорит в камеру так вот туда это место будет уходить на 10 вы где-то есть место куда уходить это уже было запланировано вот эти вот здесь было 8 запланировано так мы сделаем 9 а здесь уже было запланировано 10 дальше будет еще круче объясни мне чердака не будет вот такой чердачного помещения будет вот кассидрол сиренка лишь нет нет но здесь будет кассидрол а вот то в той части то все потолок ровные там будет конечно вот а дальше что будет здесь было запланировано вот до этого покажи так плоский потолок но 10 футов так а тут было запланировано уже вот такой скошенный поток каферу я понял то есть у тебя будет такое буйство фантазии поскольку нам не дали это самое изгаляться с новым констракшен или со старым констракшен мы тут изгаляемся с потолком да там уже тоже нам еще нам бы мы вынуждены фактически мы повторяем вторую крышу потому что здесь зубы как бы не новое строительство вы должны делать рима это то что мы новое сделали мы тут подняли настолько насколько возможно да там и должны были сохранить вот то что было так но все равно я не хочу делать там потолок после сделать там потолок вот такой плоский то он будет 8 футов всего поэтому мы там делаем тоже вот такой вот кассидрол сирен но он идет под другим углом уже ссоре уже но ничего страшного и вот эта балка она как бы чисто вот эта балка 1 балка на деле дом на секции да то есть у нас будет условно ведь очень важно зоне сделать потому что здесь фактически open space это все открыто здесь вот сам потолок будет являться зонинга там до этого места это будет там стадии места здесь будет кухня а вот дальше этой балки туда пойдет видимо они снова закрывали от дождя ну что я не вижу мокрого ничего нет мокрого ничего нет все проветрено все хорошо вот я очень рада с этим потолками что наконец-то она так получилось что я так смотрю вот с точки зрения вертикальных стен что осталось от старого дома такое ощущение что процентов 5 ну правильно это практически новый дом вот ну вот та часть я вижу наружные стенки вот там маленький кусочек вот тут вот там одна комната ну можно туда и вот тут маль и вот тут маленький кусочек все остальное просто новое вы видите друзья что та крыша которую поначалу не разбирали поскольку ну на случай дождей вот сейчас уже начали новую делать и этот ошметки ошметки от старые крыши вот они тут как как это что-то называется то да да что получилось этими крышами значит ошибка архитекторы или structural инженера я не знаю они когда говорили о том какая крыша на существующем доме там у крыши есть угол под которым они ее делают то они поставили угол там я не помню 5 12 и все расчеты сделали на крышу 5 12 а когда стали смотреть то то оказалось что она не 5 12 х 3 12 наоборот или они запланировали 5 12 на самом деле он 3 12 то есть наклон крыша другой поэтому сейчас что получится получалось что старая крыша по углу больше чем должна быть новая крыша снова крыша должна быть ниже а если они сделают 5 12 то получится так высоко что будет неправильно то есть у нас одной стороны мы должны сохранить существующую структуру крыши поскольку это ремоделинга не новое строительство другой стороны здесь будет вот такой вот фикс который мы в общем нет не наша вина это все эти страх чего эти люди чтобы там они там нет ничего страшного что нет ну послушай строится соответствие чертежами на чертежах написано 5 12 так не получится потому что существующие крыши никто не должен цепляться мы не знаем мы не знаем это ты говорила здесь walk-in closet будет давай пройдем в конец дома свет с точки зрения того что вот мы ты говорила просто раз это не хочешь делать тут садик такой именно с травкой а мы сделаем вот как сейчас последний хлеб тенденция то что называется браун и the new green то есть когда сажают какие-то кактусы и стаи камни камнями засыпают и тоже довольно всем привлекательно это все но вот кто-то говорил ну как же вот они делают там family house и без такого дворика дело в том что дворик будет раз есть пространство будет дворик там люди что там делают это кто-то сажает что-то кто-то там просто барбекю делает для рентала тут не должен быть садик садика тут будет барбекю тут будет площадочка куда они смогут поставить я хочу сказать ребятам которые нас смотрят они они не видят этого находясь в доме но от этого дома до офисов никто нескольких очень-очень крупных компаний в частности apple например да можно пешком пройти поэтому мы на самом деле не видели этот дом как дом в котором живут семейные люди с там двумя-тремя детьми мы это видели как дом где живут там скажем молодые молодые технологии что сегодня они с удовольствием снимают и там шеет пространстве здесь школ тоже я хороших вот в этом вот месте то есть это не десемейных людей которые с детками неважно это у нас такое в голове сейчас как оно получится дальше будет видно но во всяком случае смысл этого всего был в том чтобы людям было удобно добраться до работы потому что конечно случайно как получилось это место оно оказалось ключевым и вдруг apple оказался построил тут свой еще какой-то кемпус в пешем ходу и и чтобы попасть на как бы основной местный хайвей там 101 здесь нужно потратить минут я не знаю ну ну не минуту ну 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 нет это если никого кроме нас на дороге не было ну хорошо 5 5 минут и вы и вы на на хайвей и в общем это то есть оказалось место совершенно уникальное вот и при этом всем вот оно совершенно тихо и не смотря на то что тут близко очень тихо не ничего не с этой относительно близко то есть он не так близко чтобы шуметь по ушам тут кварталов 5 до хайвей очень тихо-тихо и на самом деле оказался вот возвращаясь дворику очень приличного размера дворик а и тут конечно можно сделать барбекю и мы посмотрим может не только барбекю тут все хочешь можно до весь участок весь участок какой площади свет площадь дома какая две тысячи две триста две четыреста ну во всяком случае пол участка это фронт ярд и бэк ярд и этот пожалуйста вот ваша апельсинчики растут они будут лимончик им пришлось тут подрубить подрубить он мешал но он тоже будет вот там вот где есть место да может быть мы поставим беседку это углу да и тогда беседка это будет место с крыши где можно посидеть я том что летом здесь ужасно жарко и поэтому особо ужасно жарко это как ну летом жарко это жарко что можно только выйти когда солнце село уже и так получилось что расположение этого дома самое солнце вот это южная сторона она приходит как раз на все спальни в этом смысле это не очень удачно но мы тут ничего не можем сделать друзья это кухня будет вот тут будет кухня покажи покажи где кухня ну вот вот тут вот у этой стенки что так хорошо что получается нас несмотря на то что нас окон довольно много в этом помещении но они все выходят на чужие дома очень близко поэтому света как такового здесь не очень друзья ужаснитесь но забор и забор это это страшное строение она уйдет тут будет хороший красивый нормальный забор слоев оставим тоже красить не будем его как все да не красят жуть такая ну тут такой проходик ничего но ничего на дело не в этом дело в том что насчет того что близко здесь будет забор до света особого эти окна не дают довольно темное помещение поэтому мы сделаем тут skylight skylight это такая дырка потолке башка дырка крыша крыша у нас будет вот здесь айланд стоит у тебя стоит у нас будут идти шириной 2 фута длиной наверное фут и 4 мы сделаем до 2 skylight а вот они встанут как раз между вот этими рамами они не просто такая не просто идут между вот прям вот тут тогда так и конечно они дают свет значит что хорошо во первых это северная сторона здесь нет прямого солнца так же уходит туда солнце отсюда здесь не будет прямых солнечных лучей носите skylight и не будут нагревать все это просто теперь вот это место у нас тоже есть ровный потолок да значит вариант один сделал тут skylight и но но я не хочу здесь делать skylight и почему потому что я хочу здесь освещать светом вот того солнца так а тут так не получится поэтому тут мы поставим сантонус и я сейчас ребят уже такой сантону сантон очень крутая штука значит когда в крыше делается дырка в потолке делается другая дырка это предусмотрено для тех потолков которые имеют для тех строений которые имеют потолок и крышу вот здесь у нас идет сразу потолок и крыша вместе а если потолок и крыша они на расстоянии то есть идет skylight нужно делать полный финиш до соединить крышу с потолком а сантону это гибкая труба у которой очень хорошая отражающая поверхность внутри и она достаточно гибкая ее можно например вывести на ту сторону да она достаточно длинная а здесь потолки она будет стоять показывали же сантону то есть это сантону это это гибкая труба света светопроводящая труба которые можно с одной стороны дома перетащить на другую получается очень классно она дает если мы на ту сторону выведем там яркое солнце то здесь будет реально светло skylight просто дырка без трубы со стеклом но если у тебя потолок есть тогда тебе нужно делать полный финиш от потолка до крыши до прорубать все это делать фильмы на это в общем целое дело вот так мы в коридоре сделаем немножко поменьше два skylight здесь мы сделаем побольше я сейчас ищу уже нашла практически чтобы они были квадратные они круглые так она интереснее смотрится просто вот и здесь у нас будет вас колодь это все это помещение у нас осветится очень хорошо здесь у нас будут skylight и тоже будет светло немножко темновато получится фемилирум я вот не знаю делать там skylight еще вопрос скажи объяснит те кто нас смотрит вот дырки вот эти вот там где крыша можешь сказать сходится с домом вот там вертикальная стена и в ней дыры 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 это что такое значит дело в том что вот то что находится под дырами да вот вот горизонтальная линия да вот эта линия фактически высоты стены то есть эти дыры они приходятся уже на чердак и они нужны для вентиляции чердака на них потом набивают сетку чтобы не лазили мыши крысы и так далее и они служат для вентиляции чердака отлично отлично ничего же хорошо я думаю что еще мы тут не спросили вот я вот думаю слышишь делать вот это я с тобой там будет темновато конечно потому что опять же солнце там немного так делается family room skylight или или это не имеет смысла потому что в противном случае когда появится крыша конечно из этих окошек света немного немножко света оттуда ну да из этих окошек много спит но будет свет здесь и будет свет здесь а все-таки это все-таки это open space и и кроме того есть еще свет электрический но вопрос да делать скайлайт то есть мы сейчас мы спросим наших зрителей пусть они скажут они себя представят жильцами и скажут как то я не по я вот если б я тут жил то я бы хотел вот это ну понимаешь как тут вот есть тонкости например да вот поскольку крыша над family room вот такая да значит с этой стороны солнца нет с этой стороны и солнце значит если делать skylight в этой крыше с этой стороны это значит она конечно там специальное стекло чтобы не грелась и так далее но все равно в южное солнце она будет светить и нагревать прямо вот тот пятак на полу каждый новый каждый новый аргумент он добавляет к картине поэтому если со стороны точки зрения света то что же не иметь свет но если этот свет идет нет нет подожди секунду можно сделать поскольку крыша вот такая можно точно также как эти skylight и сделать их с той же стороны на север но тогда не будет столько света не будет столько света но в общем это такой вот вопрос друзья вы видите что даже в вопросах построить чего нибудь много философских аспектов надо все учитывать мы передаем привет нашим зрителям и идем по другим делам